Всем привет! Мы с Сашей сейчас едем на танцы. Я везу Сашу. В садик мы не ходили эту неделю и сейчас вот хотя бы поедем на танцы. Чего ты прячешься? Я хочу. Уже рюкзак свой. Маску надо одеть, да? Сейчас я тоже одену. Мы быстро начинаем танцы. Быстро? Ну еще есть время, сейчас как раз переоденешься. Мы быстро начинаем танцы, когда мы там сидим под зеркалом. Все, Саша уже отвела. Сказали, в зал уже нельзя заходить, не пускают родителей. Раньше я ей помогала там переодеться, но сказали, что помогут переодеться, одеть тапки, снять там пайту, штаны. В общем, пошла уже танцевать. Я сейчас иду у нас тут по бульвару и только что проехала Стражмейска. Проверяют, чтобы все были в масках. Уже выписывали тоже штрафы, поэтому маску одевать нужно обязательно. К Новому году уже. Я уже пришла в торговый центр. Пройдусь сейчас по магазинам прогуляю. Зайду в медицин. Мне вообще нравится этот магазин. У них иногда бывают очень хорошие модели вещей. Хотела померять свитер, но уже не буду, потому что не успею Сашу забрать. Уже мне нужно идти. Вот эти тоже неплохие. Можно было померять. Такой цвет красивый, приятный. Этот светлый. Может, в следующий раз. Вот эти тоже мне нравятся такие. Такой не толстый. Как раз сейчас вот. У них еще часто бывают акции. Одну вещь покупаешь, а на другой вот сейчас 50% скидка. И у них очень часто такая акция. Мне уже нужно идти за Сашей. Уже время подходит. Я уже забрала Сашу. Не хочет она рассказывать, как было на танцах. Сходила в магазины, сходила в натуру, в аптеку. Сходила в натуру. Купила себе шампунь, маску для волос, дезодорант. В общем, витамины. Саша зубную пасту. В общем, гель для умывания тоже. Какая паста? Зубная. Дать тебе, да? Дай. Вот такую зубную пасту купила. Уже тут написано от 6 для детей, от 6 лет. Мы с Сашей вышли прогуляться. Сейчас уже вечер у нас. Саша взяла самокат. Что мама? Саша на самокате. Да, я взяла мама на самокате. В масках мы. Да? Ну что, что мы в масках, мам? Потому что надо в масках. Конечно. Ну давай покажи, как ты умеешь на самокате кататься. Молодец. Хорошо получается. Сейчас уже прохладно. Выходим вечером немножко прогуляться. В садик сейчас опять не ходим. И вот можно хоть на самокате еще покататься. Еще не сильно холодно. Еще один цветочек сорвать. Еще один цветочек такой холодный сорвать. Зачем он тебе, Саша? Ты будешь ехать его держать. Еще цветочки даже растут. Он растет красиво. Ты сорвешь и все, он завянет. Ну и этот тоже завянет. Давай не будем рвать. Поехали в парк. Прогуляемся. Мама, у меня вот здесь не светло. Поехали. Назад будешь идти сорвешь и дома поставишь вазочку. Пойдем. Угу. Угу. Поедем в парке. Еще покатаешься пока светло. Я там еще тоже соберу. В парке? Я ему побольше светло. Да, я в парке тоже. В парке ползает. В парке ползает. Да. Ну давай. Давай. Нормально всё. У нас тут ремонтируют ступеньки. Переход через железную дорогу. Сейчас закрыли. Саша хочет показать ее. Показывает. Сегодня я наконец-то сделала свой лего домик. Она сейчас лего заинтересовалась. Оно лежало. Теперь вспомнила. Вот, она взяла домик вчера со своим папой. И я тоже хотела сделать большой домик, но у нее очень большой домик. У нее много, очень кучу, кучу, кучу. Я тоже хочу, чтобы кучу, кучу, кучу лего. Ну, сделаем. У нас тоже много лего. Будем делать. Ну, мам, ты не купишь много лего. Хорошо, купим. Пойдем. Да, красиво, да? Мы уже с Сашей пришли в парк. Никого нету. И вот так вот красиво украсили кафе. В парке здесь гирлянды повесили светящиеся. Мы тут с Сашей подошли к кафе. Саша хочет посмотреть. Там гирлянда пошла. Саша смотрит. Она думает, что она висит с улицы. Красивая, Саш? Красиво? И здесь еще украсили вот так тоже возле входа. Яблоки в ящике, тыквы, светильник. Такое темно, просто не видно. Жалко, и цветы тоже. Красиво. На площадке тоже никого нету, детей. Одна девочка с мамой только гуляет. И мы пришли, да, Саш? Ставь самокат уже. Не упадет? Не упадет, я посмотрю. Беги, погуляй. На колесе хочешь походить? Мам, я здесь оттуда. Отчего? Там мне надо стоять? Сидеть. Сидеть? Да холодно сидеть. Я тут постою. Я сегодня уже вот попользовалась вчерашними покупками. И хочу немного рассказать. Значит, я купила вот такой дезодорант Санекс. На них была просто тоже скидка, акция была. И там вся серия в Росмане. В Росмане вся серия была по скидке. Хотелось какой-то купить, в общем-то, дезодорант более натуральный. Сейчас их очень много тоже в натуре я смотрела. И вот все-таки купила в Росмане. Здесь он не содержит алюминия и также алкоголя. Но очень долго сохнет. Вот я сегодня утром попробовала. Конечно, сохнет долго. Я пользовалась до этого, мне нравится в спрее. Этот вот такой шариковый. Вот, ну, посмотрю, еще попользуюсь. Ой, посмотрю. Также купила гель для умывания. Из этой же серии, что я покупала крем. Я до этого только брала. Был с Алоэ Вера гель для умывания. И решила взять вот такой обычный. Еще взяла вот такой волосы выпрямлять спрей. Для выпрямления волос от Шварцкоп. Попробую. Ну, вернее, сегодня попробовала. Я сильно не так не брызгала. Попробовала чуть-чуть. И не скажу, что сильно выравнивает. Но я сильно их и не выравнивала. Потому что не хочу сильно пересушивать волосы. Поэтому вот. Ну, попробую еще. Также буду пробовать выравнивать. Потому что у меня волосы волнистые. И если их не выравнивать, то они такие пушистые. В общем, волнистые. Хочется их немножко выравнять, чтобы были такие более уложенные. В общем, поэтому решила взять вот попробовать такой спрей. Написано, что вот на 4 дня, если выпрямляешь, этот спрей идет специально для выпрямления волос. Кучерявых, волнистых. Так что, попробую еще. И вот такая маска. У меня когда-то была уже такая маска. Тоже маска, кстати, неплохая. Я почитала состав. И она идет для поврежденных волос. Здесь вот так авокадо в составе. И почитала состав. Довольно-таки неплохой состав. Производство. Это, кстати, в Венгрии этих масок. Здесь есть вот написано на русском. По-моему, на английском. В общем, женщин написано тоже. Для волос с экстрактом женщиня и авокадо. Она по цене как бы не очень дорогая эта маска. И, по-моему, на них тоже была акция. Маску я купила в натуре. И здесь вот килограмм, целый литр. В общем. И буду пробовать также маску. Но вот сегодня я уже помыла волосы. И намного лучше. Вот они более такие увлажненные. Потому что у меня до этого была маска еще. Вернее, закончилась маска уже. Поэтому нужно было купить какую-то маску. Так как я уже сказала, волосы волнистые. И приходится постоянно их как-то укладывать. Так что. Ну и от краски, конечно, тоже волос. Краска волосы сушит феном. Потому что постоянно сушу надо. Стараюсь как можно меньше, конечно, сушить феном. Сильно до конца. Вот я не высушиваю. Поэтому решила взять, попробовать вот этот спрей. И волосы лучше, конечно, уложены. Не знаю. Может из-за маски. Либо от этого спрея. А может все вместе. Вот как раз и получилось. Что волосы хорошо уложены. Не пушатся так сильно. Вот как обычно. Если я мою, то такой пушистый волос. Так что вот такие покупки у нас. На этом все. Хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока.